Уважаемые друзья, добрый день еще раз. Мы сегодня собрались с Екатериной Сергеевной Михальковой, я Евгения Маратовна Мухаметова, стоматолог и гастроэнтеролог сети стоматологии детских в Дентро-Кэнтези, детской клиники в Кэнтези, чтобы поговорить о смежных проблемах, которые у нас регулярно возникают. Напомню вам наш план на сегодня. Мы сегодня планировали поговорить про кариес, вспомним вообще, что это такое, почему он развивается, и вопрос обсудим, который часто волнует родителей, насколько питание, возможно, какие-то проблемы с желудочным и шерстным трактом влияют на вероятность, на тяжесть течения кариеса, особенно у маленьких детей, и в частности поговорим про кормление, дымное вскармливание, искусственное вскармливание, что лучше, что хуже, ну и, конечно, наверное, коснемся еще немножко в профилактике, потому что в итоге в борьбе с кариесом это практически самый главный инструмент. Ну и раз уж мы сегодня собрались компанией гастронетролога и стоматолога, мы еще обсудим действительно все-таки не только мифы, но и те реальности, которые существуют на стыке этих двух специальностей, поговорим про патологию желудочно-кишечного тракта, которая может проявляться изменениями со стороны полости рта. Это касается и зубов, и поражения слизистых. Наверняка многие стоматологи от наших смежных состояний знают, но так как у нас сегодня аудитория больше, в том числе, пациентская, мы поговорим еще об этих изменениях с точки зрения, что действительно не всегда это требует только осмотра стоматолога, но и соматического врача, педиатра, ну и педиатр уже в этом итоге может принять решение, в том числе в плане направления гастроэнтерологу. Вот такой у нас план на сегодня. Мы надеемся, что нас слышно в том числе и хорошо, и в инстаграме. У нас сегодня Катя следит за двумя эфирами в два аккаунта, и если мы вдруг будем начинать говорить тихо или будет плохо слышно, вы пишите, и мы будем стараться говорить максимально громко и четко, чтобы не только в Клабхаусе, но и в инстаграме запись осталась с более нехорошим звуком. Ну что, начнем. Добрый день, здравствуйте. Спасибо большое, что вы выделили время на то, чтобы побыть с нами, послушать, поучаствовать в нашем разговоре. Начнем мы разговор о кариесе, что это такое, как с ним можно в целом бороться и в каких рамках мы можем этим процессом управлять. Кариес – это инфекционное заболевание. По данным Северной организации здравоохранения, это самое распространенное заболевание на планете, из хронических заболеваний, которые существуют. То есть с ним мы встречаемся чаще всего, что дети, что взрослые. Вызывают кариес конкретные виды микробов. Они были обнаружены где-то в начале 20 века, прям вот определенные виды, которые вызывают кариес. И ребенок начинает, или взрослый человек начинает болеть, когда эти микробы заселяются в полость рта и получают достаточно пищи, которая необходима, в том, чтобы микробы размножались, чтобы они превращали питание в кислоту, и эта кислота разрушает зубы. Инфицируется ребенок обычно от тех, с кем он взаимодействует. То есть когда ребенок рождается, у него нет во рту микробов, вызывающих кариес, со временем эти микробы заселяются в его полость рта. И дальше, если эти микробы получают хорошие условия для размножения жизни, то они очень быстро заселяют всю полость рта, покрывают поверхностью зубов и начинают их разрушать. Значит, источник инфекции для детей и для маленьких – это те, с кем ребенок общается. Одновременно было предположение, что эти микробы живут только, когда у ребенка есть зубы, но в последнее время есть несколько исследований, показывающих, что эти микробы заселяются при контакте. То есть если у ребенка нет еще зубов, ему там месяц-два, но мама облизывает ему пустышку или дает какую-то еду, которую пробует на вкус, а потом дает ребенку в рот, то она заражает ребенка этими микробами. Если ребенок, например, на грудном скармливании, и у него поселились кариозные микробы во рту, как только появляются зубы, эти микробы начинают размножаться на поверхности зуба, повреждая их. У взрослого человека есть здоровая флора, которая обеспечивает защиту. Есть условно-патогенные микробы, есть патогенные микробы. И если во рту баланс между всеми этими микробами, то заболеваний в полости рта не будет. Заболевания начинают появляться, когда патогенная флора начинает преобладать над здоровой. У детей есть такое понятие окноинфицирования. Оно открыто до 3 лет. То есть до 3 лет те микробы, которые заселяются в полости рта, они очень быстро осваивают территорию. Если до этого возраста ребенок получает много патогенных микробов, то эти микробы считают себя хозяевами и очень быстро начинают размножаться. Еще одна проблема кариозных микробов в том, что они создают кислую среду, которая несовместима с жизнью здоровых микробов. То есть они приходят и начинают диктовать себе условия, при которых они живут, и эти условия становятся невыносимы для здоровой флоры. Поэтому борьба с кариесом – это хороший уход за зубами, чтобы у микробов не было возможности собираться компаниями, создавать микробную бляшку, и чтобы они не могли никуда прикрепляться. В свободном полете они не представляют угрозы. Они опасны, когда они прикрепляются к поверхности зуба и начинают на нем размножаться. Еще одно условие профилактики – это не допускать инфицирования. И если оно произошло, то стараться не кормить этих микробов так, чтобы они не могли размножаться и не могли разрушать наши зубы или зубы наших ребенков. Это такие общие информации по кариесу, которые нужно понимать, чтобы все остальные наши рассуждения по поводу кариесной профилактики были понятны. Самое главное, чтобы мне хотелось, чтобы пациенты, родители, детей поняли, что кариес – это инфекционное заболевание. Правильно ли я подытожу? Да, да, абсолютно верно. Да, сейчас микрофон. Да, подытожу немножко, чтобы все еще раз поняли, что кариес – это в первую очередь инфекционное заболевание, вызывается определенными микробами, и нужны определенные условия. Нужно инфицирование, и нужны определенные условия полости рта. И так как у меня досталась часть про кариес, где мы должны говорить про особенности питания, то, как вы уже поняли, именно среда, которая создает определенная пища в полости рта, является благоприятной для размножения этих микробов, по сути, питательной средой для них является. И здесь, можно допустить, Катерина Сергеевна меня поправила, но я так понимаю, что потенциально любая льда, да, она может содержать те компоненты, которые будут благоприятны для размножения кариозных бактерий. Правильно, Катерина? В принципе, любая, но основная пища, которую они используют в качестве еды – это углеводы. Чем проще углеводы, тем легче микробам превратить их в кислоту. То есть, например, хлеб, макароны – они тоже могут использовать, но, скорее, они будут этими продуктами приклеиваться к поверхности зуба. А простые сахара, которые есть в молоке, которые есть в конфетах, в соке, микробы будут активно использовать именно как еду. Да, и вот, собственно говоря, уже понимая вот этот факт, мы можем рассуждать о том, какая же еда является наиболее такой вот неблагоприятной и фактором риска для развития кариеса у детей, а какая еда обладает, скажем так, меньшим таким потенциалом. И, как вот уже сказала Екатерина Сергеевна, это в первую очередь короткие углеводы. То, что мы называем сладким, по сути дела, сладкий вкус и дают нам короткие углеводы. И с этой точки зрения я знаю, что есть некоторые дилеммы, даже борьба между теми родителями тех детей, которые питаются в основном грудным молоком, и те дети, которые получают по тем или иным причинам искусственное вскармливание, что потенциально более неблагоприятно для развития кариеса. Ну и вот здесь нужно понимать, что и грудное молоко, и смеси, они все содержат короткие углеводы. В грудном молоке основной компонент углеводный – это лактоза. Ее там очень много, ее там больше даже, чем, например, в молоке любого млекопитающего, другого, в том числе коровы. И, собственно, природа так позаботилась о младенце, дав ему этот источник и энергии, потому что лактоза в итоге распадается на глюкозу, и еще одна молекула галактозы, которая в том числе важна для развития центральной нервной системы ребенка. Поэтому это, с одной стороны, очень важный питательный компонент для младенца, для ребенка первых лет жизни, но, с другой стороны, он также может становиться вот этой вот благоприятной средой для разношения корресогенных бактерий. И вот, понимая этот факт, можно уже представить себе факторы риска. Факторы риска – это, в первую очередь, еда этих коротких выпиводов очень частая, и в том числе в те периоды суток, скажем так, когда естественные свойства по очищению полости рта у нас снижены. И, если я правильно понимаю, это как раз-таки ночной период, если мы вспомним, ну, физиологически, да, как у нас увлажнение полости рта у нас в частности происходит, в течение дня мы можем пить какие-то не сладкие напитки, это уже, да, такой очищающий эффект дает, можем есть какую-то плотную пищу, которая содержит немного коротких углеводов, это тоже механическое очищение в том числе. У нас вырабатывается достаточно много сны в течение дня, это тоже такое дополнительное очищение. Поэтому в течение дня, если мы питаемся не очень часто с разумными интервалами, за которые полость рта успевает и, естественно, очиститься, и остаются вот эти интервалы, когда вероятность вот этого корресогенного действия бактерий, она меньше, соответственно, риски в течение дня меньше. Но вот то, что касается ночных кормлений, часто, зачастую ночных кормлений, и, к сожалению, это больше может быть даже проблема детей, которые находятся на грудном вскармливании, здесь, когда уже есть зубы, к сожалению, и грудное молоко может становиться вот этой средой в ночных условиях, когда самоочищение полости рта не так состоятельно, становится фактором риска дополнительно. Вот напомните, Ксения Сергеевна, у нас примерно с какой интервал времени полость рта очищается, когда-то БАЖ восстанавливается. Где-то 30-40 минут нужно для того, чтобы БАЖ с кислой с помощью слюны смогла восстановиться. Но слюна, она не только очищает, но есть еще две важные функции. Она является буферной системой, очень активной, то есть там есть несколько механизмов, которые могут инактивировать и кислоты, и щелочи. И слюна, даже если во рту есть кислота, активно выделяясь, эту кислоту может разбавлять, нейтрализовать, не давать возможности микробам разрушать зубы. Это при условии, что у нас поверхность зубов чистая, то есть мы поддерживаем зубы чистыми. И второй механизм у слюны, она содержит клетки крови, которые обладают иммунной активностью. То есть слюна борется с микробами, которые могут размножаться. Ночью количество слюны становится очень маленьким, то есть она не может выполнять их защитные функции. Еще днем человек разговаривает, кушает, у него температура во рту все время меняется. Микробам это не очень нравится, когда во рту то холодно, то горячо. А ночью у нас поддерживается постоянная температура, потому что мы спим и ничего не происходит. Там тепло, тепло, влажно. Если мы хорошо не почистили зубы, или если попадает все время молоко, то есть хорошая питательная среда. И получается, что вот это время сна, от 6 до 12 часов, это время, когда микробы наиболее агрессивны в отношении наших зубов. Если мы говорим о грудном вскармливании, то безусловно само грудное вскармливание не вызывает кариеса. Это очевидно абсолютно всем. Но грудное молоко является хорошей питательной средой. Микробам без разницы, какую пищу они будут есть. Это будет сахар, печенька, грудное молоко. Если во рту поселились микробы, то они начинают активно размножаться на той еде, которая есть. Есть бесконечные споры с консультантами по грудному вскармливанию о том, что грудное молоко и вообще кормление груди абсолютно безопасно. Они объясняют дополнительно тем, что при сосании молоко попадает сразу в глотку. Но это происходит, когда ребенок активно ест. То есть, если в течение дня ребенок с интервалами ест молоко именно как пищу, а не как успокоение, то это все работает очень эффективно. Ночью те, у кого есть любые маленькие дети, и кто их кормил естественным образом, они знают, что ребенок обычно просыпается и успокаивается грудью. Это не основная еда, особенно у детей, когда появляются уж зубы. То есть малыши 2-3 месяца, конечно, они с маленькими интервалами просыпаются. Когда дети становятся старше 10 месяцев, год, полтора, то обычно прикладывание груди ночью – это просто способ успокоиться и способ вернуться к засыпанию, которое было, когда ребенок ложился на ночь. И в этом случае нет активного сосания. То есть ребенок прикладывается к груди, делает несколько движений, стимулирует лактацию. Молоко вытекает в рот, язык прижимает это молоко к небу и к передним зубам. Если там уже есть микробы, то они прекрасно себя чувствуют и начинают активно в этом всем размножаться. И это проявляется тем, что обычно нижние зубы не поражаются кариесом, а на верхних зубах этот процесс идет очень активно. Я часто слышу от родителей аргументы, что это у нас наследственность плохая, у нас гипоплазия, кто-то из стоматологов нам сказал. Но при гипоплазии зубов, если вдруг в момент развития зачатков была какая-то проблема, какой-то фактор внешний, то будут поражаться и верхние и нижние зубы. Потому что они закладываются в одно и то же время. Когда процессы кариозные, активные, и зубы поражаются именно кариесом, то поражаться будут обычно только верхние зубы, а нижние будут здоровые. То есть это один из признаков, по которому мы можем понять, это истинная гипоплазия или все-таки это активный кариозный процесс. И истинная гипоплазия встречается крайне редко. Обычно все-таки это результат частых ночных кормлений на инфицированные зубы. То есть то, что могут сделать родители, это вылечить свои зубы и тех, с кем будет ребенок контактировать до появления ребенка. Ну или хотя бы, когда ребенок уже родился, постараться привести полость рта в порядок. И не допускать облизывания посуды, пустышек родителями перед тем, как ребенку дают в рот. Потому что это прямой контакт с микробами, который происходит, к сожалению, я это вижу достаточно часто. Если пустышка упала, то маме проще всего взять и обрезать. Но как будто бы она такую защиту выполняет. Она всю грязь оставляет себе, но поселяя на пустышку новые микробы, которые для ребенка могут быть опаснее, чем грязь с пола. Потому что они будут дальше разрушать зубы. Ну вот, если вернуться к режиму, то вот эти 30-40 минут – это время, за которое полость рта самоочищается. Соответственно, если питание, кормление происходит примерно с таким же интервалом, либо не очень сильно отличающимся от этого, то, по сути дела, в полости рта нет условий для создания благоприятной среды, для профилактики как раз-таки кариеса. И напомню вам, да, что если говорить о режиме питания, обычно для детей уже, ну, старше 6 месяцев, когда вводится активный прикорм, мы рекомендуем в течение дня примерно, ну, 5-разовый режим питания с интервалом примерно 3-4 часа. И вот, если эти интервалы, в принципе, уже выдерживаются, то как раз-таки за вот эти 30-40 минут полость рта самоочищается, и оставшийся интервал, он, в принципе, относительно безопасен для зубов, поэтому важно все-таки вот этого режима питания придерживаться. Ну и плюс дополнительная гигиена, я думаю, что после любого кормления она никогда не помешает, но тем более на ночь, когда условия для развития кариеса самые неблагоприятные. Вот. Я так понимаю, что у нас еще какие-то способы очищения полости рта, помимо же чистки зубов, помимо, ну, непосредственно механического, который ночью, например, можно использовать салфетки. Вот это все актуально. Да, салфетки, они содержат ксилит, и он активен только против стрептококков. А у детей, кроме стрептококков, очень активно могут быть лактобациллы, причины кариеса, которые как раз питаются молоком. И против лактобацилл не действует ксилит, поэтому можно очищать, но, опять же, по опыту родителей, которые к нам обращаются, если ребенок прикладывался ночью к груди, чтобы заснуть, то попытка очистить приведет к тому, что ребенок проснется и снова придется ему давать грудь. Да, да, да. Тут важно все-таки постараться не инфицировать ребенка, регулярно приходить на осмотры, чтобы при первых же признаках кариеса стоматолог объяснил, какие еще меры профилактики можно предпринять. То есть, если ребенок не имеет кариеса, он спит с мамой и питается грудью, ночью прикладывается несколько раз, и это не влияет на зубы, то, пожалуйста, вы можете давать возможность ребенку спать рядом и есть ночью сколько он хочет. Но если у него появились хоть малейшие признаки кариеса, то есть признаки того, что в полости рта поселились эти микробы, то нужно срочно предпринимать меры к тому, чтобы эти микробы не освоили всю территорию. Нужно начать срочно хорошо за ними ухаживать, безупречно, после каждой еды хотя бы днем. И ночью количество кормлений должно превышать трех. Считается, что до трех кормлений риск кариеса минимальный. Если больше трех кормлений за ночь, то риск кариеса увеличивается на 65%. Это достаточно много для того, чтобы об этом говорить и учитывать это. То есть стараться привлекать, может быть, консультантов по сну, которые помогут вам нормализовать режим ребенка. Частые прикладывания ночью, они обычно имеют какую-то причину. Может быть, ребенку не хватает внимания мало, может быть, он недогуливает днем и потом плохо спит. То есть есть масса причин, которые можно поискать и решить эту проблему, если она является для вас проблемой, если вы хотите, чтобы у ребенка были здоровые зубы. Тогда об этом нужно думать. Ну и, конечно, посещение стоматолога регулярное, оно решает очень много проблем, потому что родители не всегда могут увидеть нюансы, которые увидит стоматолог. Стоматолог на ранней стадии может многое заметить и подсказать вам, что надо подкорректировать, чтобы процесс не развивался дальше, чтобы он остановился. Таким образом, давайте тогда эту часть нашего эфира мы подытожим, что кариес, помимо того, что это инфекционное заболевание, инфицируются дети зачастую в раннем возрасте от родителей, но это можно профилактировать. Дополнительная гигиена, да, это все супер, но то, что касается кормлений, любая пища по ночам в режиме чаще, чем каждые 2-3 часа, это значительное увеличение рисков. Вот это, наверное, то, что для нас хотелось бы важного донести до вас. Ну и, может быть, чтобы продолжить еще тему кариеса, я думаю, что имеет смысл сказать про детей все-таки уже старше грудного возраста, когда уже вроде бы как нет проблем у ночных кормлений, смесью, грудью, но есть другая проблема, это зависимость детей от сладкого практически, да, которые, даже по примеру, моей племяннице могу сказать, а у меня же жена брат, стоматолог, вот, и не давали конфетки пробовать вообще очень долго, ну и думали, что, ну, в принципе, наверное, не захочет, но как только дали попробовать, страсть оказалась сильна. Ну, то есть, конечно, сладкое, оно очень привлекает детей, они очень лояльны, и, конечно, очень сложно удержаться от того, чтобы дать ребенку что-нибудь сладенькое. И вот с этой точки зрения самыми опасными компонентами в питании являются на данный момент это сладкие напитки. К ним относятся, ну, безусловно, сладкие базированные напитки, это то, что является такой вот проблемой в питании во многих сейчас странах, и в развитых, и в развивающихся, особенно в группе риска это подростки, потому что у них потребление этих сладких напитков значительно больше, чем в более младших возрастных категориях. А в более младших возрастных категориях это могут быть соки, соки, фруктовые соки, которые также содержат короткие углеводы, и, соответственно, они являются такой вот средой для размножения корсиденных бактерий. Поэтому, если говорить о детях более старшего возраста, помимо соблюдения более-менее адекватного режима питания, там уже обычно с этим меньше проблем, нужно минимизировать, особенно между основными приемами пищи, как раз-таки употребление, в первую очередь, сладких напитков, и, как я поняла сегодня из разговора с Екатериной тоже, что сладкие напитки еще опасны тем, что благодаря своей жидкой консистенции они полностью обволакивают зуб, и, соответственно, вероятность воздействия, особенно если есть какой-то дефицит гигиены, это понимает, что вот эти несколько факторов, они значительно повышают риск именно от сладких напитков. Кроме сладких напитков еще частая история у детей 2-3 года, это какие-то бифилины, бифидоки, какие-то смеси, сейчас у Акуши, у Растишки есть разные бисломолочные, и детям дают эти продукты на ночь, чтобы они засыпайка есть. Это такие очень жесткие маркетинговые истории, на которые я всегда смотрю с отраганием, потому что я вижу результат этих маркетинговых уловок, когда ребенок типа должен хорошо заснуть с этим составом, в итоге он действительно засыпает, но микробы в это время просыпаются и начинают нападать на зубы, доедая то, что осталось во рту, и уничтожая зубы. И это приводит обычно к тому, что ребенок в 2,5-3 года попадает на лечение в наркоз, с необходимостью лечить 20 зубов из 20. Это обычно очень грустная история, потому что очень длительные наркозы, ребенок не способен столько зубов в сознании вылечить, и поэтому мне, конечно, как врачу всегда хочется предостерегать родителей, чтобы они на ночь, кроме воды, после воды ничего не давали. То есть после того, как вы почистили ребенку зубы, перед сном в рот может попадать только вода. Если вам хочется дать что-то еще, если ребенок у вас выпросил печеньку или там тот же, ту же засыпайку, хорошо, вы можете дать, и после этого должно быть правило пойти на чистый зуб. По поводу сладкого, действительно, это хорошая питательная среда, микробы ее очень любят, и тут очень важна кратность приема сладкого. И надо помнить о том, что каждый раз, когда в рот попадает что-то сладенькое, неважно, это кусочек или полкилограмма, микробы на этом начинают активно размножаться и менять уровень кислоты. Если говорить о том, какие могут быть рекомендации по поводу приема сладких продуктов, в странах, которые справились с кариесом, в основном скандинавские страны, есть правило конфеты выходного дня, то есть ребенку можно давать сладкое раз в неделю. И такой режим – это культура питания, это культура питания не только на уровне семьи, это культура питания на уровне всей страны. В России, конечно, долго еще идти к этому уровню, но мы можем говорить о том, что сокращение количества сладких приемов оно поможет зубы защитить от кариеса. На сегодня я пациентам рекомендую ограничиться хотя бы одним разом в день, чтобы у ребенка не было ощущения, что его сильно ограничивают. Я рекомендую давать ребенку сладкое после основного приема пищи и разрешить ему съесть сколько угодно. Хоть килограмм конфет, ему даете в доступ все, что он хочет сладкое. После того, как он поел, его желудок полный. Он не сможет съесть много, потому что он сытый, но при этом у него будет ощущение, что ему разрешают съесть сколько он хочет. У него не будет желания сделать тайком, обмануть, попросить у кого-то постороннего, потому что в борьбе за здоровые зубы нужно быть осторожным, чтобы не испортить у ребенка отношения с едой и не создать такие условия, при которых ребенок будет вынужден обманывать родителей и делать что-то за их спиной. Поэтому вот если ваш ребенок очень много ест сладкого, то можно начинать с того, чтобы вы ограничивали одним разом в день. Если ребенок вдруг захотелся есть еще второй раз, то вы договариваетесь о том, что после этого раза вы идете и чистите зубы щеткой с пастой. То есть еще одно правило, которое касается сладкого, что после каждого приема сладкой пищи, неважно это напитки, конфеты, печенька, нужно обязательно механически почистить зубы щеткой с пастой. Не просто прополоскать рот водой, не просто намазать какой-нибудь гель или мусс или что-то еще. Нужно механически оторвать микробов от поверхности зуба, чтобы те микробы, которые пригреялись конфеткой, не начали зуб разрушать. И по сладкому получается у нас режим, что мы стараемся ограничивать кратность. Лучше съесть целую шоколадку сразу, чем по кусочку третьей шоколадки каждые полчаса. Обязательно чистим зубы щеткой с пастой. После приема сладких продуктов. И еще одна рекомендация использования паст с содержанием фторидов, которые существенно снижают вред сладкого. Есть исследования, которые показывают, что содержание фторида в пасте снижает влияние сладкого. То есть вы можете его есть, при этом чистить пасты с фторидами, и микробы не будут размножаться. То, что фториды являются ядом для микробов. Но те концентрации, которые есть в зубных пастах, они абсолютно безопасны для людей. То есть, если вы берете ребенку пасту, маркированную его возрастом, то однозначно она будет безопасна, при условии, что вы будете ей чистить, и ребенок не будет съедать всю пасту из тюбика. Еще хочу сказать вам по поводу кариеса, и состояния зубов, и наследственности. Это тема, которую очень любят родители защищаться, когда они переживают, что запустили состояние зубов ребенка до большого количества разрушенных зубов. Им как-то хочется найти объяснение, и как-то хочется себя поддержать, что это не их вина. Они начинают говорить, что это плохая наследственность, у нас у всех плохие зубы. Но на самом деле исследования по теме наследственности одно из самых больших исследований было, когда исследовали одноельцевых близнецов моносекутных. То есть, это дети, у которых один и тот же генетический набор. Это самое достоверное исследование в плане генетики, потому что мы берем ребенка, который в одних условиях внутриутробно развивался, в одних условиях родился, был у одной мамы, и у него один и тот же генетический набор. Брали детей от 5 лет, и оказалось, что решающим фактором является питание и уход. То есть, какой бы ни был генетический набор, при хорошем уходе за зубами и при правильно организованном питании, ребенка будут более здоровы и зубы, чем если на это внимание обращаться не будет. Если говорить о пользе продуктов, то это в первую очередь молочные продукты, это фрукты и овощи. И те продукты, которые обеспечивают здоровье зубам. Из фруктов сахар не является опасным для зубов. Я иногда встречаю рекомендации стоматологов, что фрукты тоже могут быть опасны, потому что там есть сахара, но на самом деле внутри клетки фрукта находится этот сахар, и он недоступен в большом количестве во рту. Если вы берете сок, даже свежевыжатый, то да, это опасный продукт, потому что там концентрированы сахар и кислоты, которые будут активно разрушать зубы и являются хорошей питательной средой. Если вы берете целое яблоко, там есть клетчатка, там есть витамины, есть микроэлементы, и это совсем другой продукт. Это очень важно сказать. Да, 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 совершенно верно. Еще и механическое очищение, которое дополнительно будет зубам давать нагрузку и поддерживать их здоровье. Поэтому ограничений по фруктам и овощам на сегодняшний день нет. Это продукты, которые реально полезны для зубов. Молочные продукты – это основной источник кальция. И, насколько я знаю, это наиболее полноценный источник кальция. Если ребенок здоров, у него нет противопоказаний к молочным продуктам, то они обязательно должны быть включены в рацион 2-3 раза в день, если я не права. Да, 2-3 раза в день молочных, кисломолочных продуктов ребенку старше года, взрослым. В принципе, это такой вот рекоментованный продукт для максимально здорового и разнообразного питания. Ну, а тем, кому по каким-то показаниям не разрешены молочные продукты, ну, как правило, в раннем возрасте это могут быть дети с истинной аллергией к белкам, коровым молокам. Они первые годы резко ограничены в этих продуктах. Соответственно, они резко ограничены в таком достаточно хорошем источнике кальция. И, соответственно, им показана дополнительная нотация кальция, чтобы компенсировать этот недостаток из еды. Опять же, с точки зрения профилактики и снижения костной плотности и как раз-таки каких-то поражений зубов, которые могут быть связаны с минерализацией. Вообще, я сейчас услышала практически все, что хотела, все, что, может быть, могла бы тоже сама сказать. Потому что все то, что сказала сейчас Екатерина Сергеевна, оно важно не только с точки зрения стоматологии, непосредственно каких-то процессов полости рта, но все тоже важно с точки зрения гастроэнтерологии. Потому что еда на ночь зачастую это в том числе причина каких-то диспептических симптомов, которые возникают у ребенка в ночи. И короткие углеводы, они не только среда для бактерий полости рта, их еще и очень любят бактерии в кишечнике. И когда избыток, особенно единоразовый, поступает, бактерии в кишечнике начинают активно дображивать, скажем так, вот эти вот короткие углеводы, потому что они зачастую в таком количестве, в котором они не могут полностью усвоиться, и бактерии начинают их сбраживать в кишечнике с удивлением газообразных веществ, что может быть таким вот дополнительным поводом для болей в животе по ночам, каких-то беспокойств. И, например, те мамы, которые кормят часто по ночам и грудью, и смесью, тоже зачастую отмечают, что дети эти в ночи более беспокоены. Это такой вот замкнутый круг. Ты его покормила, он успокоился, через 15 минут у него началось шевеление в животе, он снова проснулся, его снова приложили к груди. Это замкнутый круг и замкнутый порочный круг. Поэтому, конечно, мы ни в коем случае нерекомендуем отказ от грудного вскармливания в возрасте старшего года, но разумная систематизация, разумный режим, он на пользу со многих точек зрения и для мамы, и для ребенка, которые получают возможность в том числе более спокойно спать, и для зубов, и для желудочно-кишечного тракта. Это все очень будет в итоге важно. Так что спасибо большое за эти разъяснения, которые мы сейчас получили. Что еще у нас с кариесом? Какие-то у нас, может быть, осталось что-то? Основные профилактические меры это регулярный поход к стоматологу, использование средств гигиены с фторидами, молочные продукты, фрукты, овощи и хороший уход за зубами. Режим ухода за зубами двукратное минимум чистка зубов утром и вечером, и каждый раз после приема сладких продуктов. То есть если ребенок, особенно постарше, дети 7, 8, 9 лет, если они хотят очень часто есть сладкое, то каждый раз они идут чистить зубы, это тоже может быть таким фактором сдерживания поедания сладкого, потому что они могут раз, два, три почистить, но если это будет 10 раз, то они уже будут сомневаться, насколько они действительно хотят это сладкое, и может быть все-таки удержаться. Тут, конечно, важно, чтобы был доктор-стоматолог, который это будет объяснять ребенку, потому что дети старше 7-8 лет не всегда бывают слушают родителей, нужен какой-то внешне новый расторожитель, да, в виде, может быть, доктора, который даст новый задор. Родителям очень много всего требуется от детей, чтобы они мыли руки, чтобы они чистили зубы, чтобы они учили уроки, правильно питались, обрядно одевались, и так много всего родителей хотят от детей, что дети начинают фильтровать, что они будут выполнять и что не будут. И в этом плане стоматолог может быть очень хорошим помощником в здоровье зубов, если он достаточно грамотный, авторитетный, он может ребенку, доступным ему языком, объяснить, почему нужно ухаживать за зубами, как это делать и потом контролировать, то это очень серьезный вклад в здоровье зубов ребенка. Может быть, даже одно из самых важных профилактических мероприятий, потому что это позволит правильные привычки выработать у ребенка правильные отношения и исключить родителей из активного требования выполнять еще и чистку зубов, чтобы дети это выполняли. Тут важно еще понимать, что чистка зубов – это такая рутинная, не очень приятная для детей процедура. Им не хочется это делать два раза в день. И задача стоматолога – зарядить ребенка этой историей, а задача родителей – поддерживать ребенка, покупать вкусную пасту, регулярно водить к доктору. То есть тут должен быть тандем врача и родителя, чтобы обеспечить здоровье зубов ребенку и правильные привычки его работать. Это очень-очень важный момент. Это вообще для меня – это одна из причин, по которой я ушла из взрослой стоматологии и полностью ушла в детство, потому что детский стоматолог может сделать очень многое, может задать правильное направление и даже оставить без работы взрослого стоматолога. Ну это на самом деле такой вектор, который придерживаются все педиатры, в том числе я как человек, который закончил лечебный факультет, изначально потенциальный взрослый доктор и как гастролитролог я достаточно долго принимала и взрослых, но да, тоже в итоге отказалась от этого направления, потому что в какой-то момент стало понятно, что работать со взрослыми очень сложно. Сложно им объяснять, что вот есть у вас некоторые там нежелательные привычки, которые повышают фактор риска того-то, того-то, лучше, наверное, бросить курить, там меньше употреблять алкоголь и уже можно решить очень много проблем в этой жизни, не есть много коротких углеводов, вообще есть поменьше, особенно на ночь и особенно по ночам. Ну вот, вот эти вот три каких-то фактора, если вообще многие какие-то хронические заболевания посмотрим, они являются одним из ведущих факторов риска. И, конечно, взрослым, когда это все уже реализовано, взрослые зачастую не очень хотят свои привычки менять. А вот когда ты работаешь с детьми, ты понимаешь всю вот эту важность и ответственность, что ты на всю будущую жизнь практически можешь задать правильный вектор. Это касается и привычки чистить зубы регулярно, и выработки правильного пищевого поведения, в том числе не есть на ночь. И многие мои пациенты знают, когда спрашивают как раз-таки, а можно вот кашку на ночь? Да, я зачастую говорю, что если вы понимаете, что ребенок час назад поужинал, и сейчас он требует от вас какую-нибудь вкусняшку уже лежа в кровати, то вряд ли это чувство голода. Скорее всего, это привычка, это такая ассоциация на засыпание, от которой желательно уходить, вообще желательно не формировать, чтобы потом не нужно было от нее уходить. Потому что избавляться от какой-то вредной, скажем так, привычки всегда сложнее, чем ее не сформировать. А с детьми мы как раз можем именно этими целями задаться и иметь какой-то уже успех в более старшем возрасте. Поэтому, да, здесь мы в таком вот одном направлении. Ну и еще про кариес я бы хотела сказать уже как гастронетеролог, потому что ко мне бывает, что присылают детей, например, со множественным кариесом, в том числе и стоматологи, с таким вот запросом исключить какую-то сопутствующую патологию желудочно-кишечного тракта, который может, ну как родители иногда это формулируют, потому что стоматологи все-таки понимая исходные причины развития кариеса, формулируют это по-другому. Ну вот родители формулируют как причину развития кариеса. Вот мне бы еще сегодня хотелось, опять же, чтобы родители поняли, что причины развития кариеса это в первую очередь инфекция, бактерии, среда для них, недостаточная гигиена. Но действительно есть ряд состояний потенциально, которые могут усугубить течение кариеса, приводить к каким-то еще изменениям полости рта, и в том числе это касается зубов, которые в сочетании с кариесогенными причинами могут действительно давать такой более неблагоприятный эффект. И, ну вот среди таких вот основных причин, которые гастролитролог, наверное, может исключить, это, пожалуй, какие-то состояния, которые сопровождаются нарушением всасывания питательных веществ в тонкой кишке, в первую очередь, потому что большинство питательных веществ всасывается именно там. Ну и если у нас ребенок, у которого я, как педиатр, как гастролитролог, вижу еще какие-то симптомы, которые могут указывать действительно на малю абсорбцию, на нарушение всасывания, то действительно такой пациент может потребовать дополнительного обследования для исключения, ну, по крайней мере, наиболее частых причин нарушения всасывания и дальнейшей возможной коррекции. Но хотела бы здесь подчеркнуть, что это отнюдь не исключает и никак не меняет стоматологическую тактику, да, то есть это все равно, если кариес уже есть, это лечение кариеса у стоматолога, ну, и, конечно, какие-то параллельные причины, если мы их найдем, то, насколько это возможно, мы их будем корректировать. Но, опять же, это такая тандемная работа, и для родителей мне бы хотелось сказать, чтобы не думали, что действительно причина, кто-то считает, что это генетика, кто-то считает, что у нас какие-то проблемы с ЖКТ, что это единственная причина и основная причина, то есть это на самом деле не так. Ну, и как раз-таки про некоторые заболевания, которые исходно являются заболеваниями желудочно-кишечного тракта и проявляются изменениями полости рта, мы тоже сегодня отдельно хотели поговорить. И, конечно, здесь стоит начать с того, что, безусловно, полости рта – это начало желудочно-кишечного тракта, где пища изначально сюда поступает, измельчается, уже какие-то первичные ферментативные процессы начинаются, и дальше уже, соответственно, проглатывается и идет в желудочно-кишечный тракт. И вот, как я уже сказала, здесь самые такие неблагоприятные поражения желудочно-кишечного тракта, которые могут отражаться на зубах, это нарушение всасывания. Слизистая тонкой кишки, она изнутри покрыта множеством ворсинок, и все вот эти ворсинки, они очень выраженно увеличивают площадь всасывания. И наверняка, кто-нибудь слышал такое вот сравнение, что если развернуть всю слизистую оболочку тонкой кишки, ее расправить на поверхность, то примерно получится площадь футбольного поля. Вот такая огромная поверхность всасывания у здоровой тонкой кишки. И любые какие-то повреждения этой слизистой потенциально приводят к уменьшению всасывания. Это могут быть какие-то острые состояния, например, кишечная инфекция, потому что зачастую иммуновирусные кишечные инфекции, например, ротовирус тот же, про который все знают, поражает слизистую тонкой кишки, повреждают ее, и, соответственно, всасывание несколько ухудшается, плюс ферментные процессы хуже, и это вызывает, как правило, диарею. Но это острые состояния, они к каким-то повреждениям зубов очень маловероятно, что приведут. Нас больше смущают какие-то хронические состояния, которые действительно приводят к тому, что на систематической основе ребенок недополучает каких-либо питательных веществ. В первую очередь, это касается, ну вот то, что касается, например, зубов, это, например, кальций и другие микроэлементы, витамин D в том числе, которые участвуют в минерализации непосредственно зубов. Поэтому, если у ребенка вместе с множественным каким-то поражением зубов есть еще какие-то симптомы снорожелудочного ишельного тракта. В первую очередь, это касается диареи, хронической диареи, то есть учащенного неоформленного стула. Неважно, есть ли он примеси или нет, это уже повод задуматься. Ну и из того, что тоже, пожалуй, родители зачастую переживают, они по этому поводу, это низкий вес, потому что нарушается всасывание не только кальция и не только на зубах это сказывается, страна зубов, эрозии зубной мали, а это всего лишь одно из возможных проявлений мали-абсорбции. А нарушается всасывание всех питательных веществ, поэтому в первую очередь такой ребенок отстает в физическом развитии. Это касается, в первую очередь, низких весовых прибавок, ну и вторично может оставать, в том числе, на рост, хотя это зачастую такая, ну не самое яркое, может быть, проявление. Поэтому вот дети с отставанием в физическом развитии, с низкими весовыми прибавками, с хронической диареей, с какими-то хроническими болями в животе и с какими-то множественными поражениями в полости рта, они, конечно, тоже, помимо клиентов-стоматологов, являются клиентами гастронтерологов. И из наиболее такой вот частой патологии ЖКТ, которая проявляется в мали-абсорбции, это целиакия. Это, скажем так, аутоиммунная реакция на блютен с наследственной предрасположенностью, которая приводит к тому, что вот те самые ворсинки, которые в слизистой тонкой кишке, они укорачиваются, и вплоть до полного сглаживания слизистой оболочки, ну и, соответственно, уменьшается площадь всасывания и все вытекающие отсюда последствия. Ну и в полости рта, это, как правило, все-таки не кариес, да, и стоматолог может отличить эти другие изменения, это эрозия эмалия, зубов, это, возможно, автозный стоматит, то есть множественные мелкие авточки эрозии в полости рта, которые возникают, повторяются, вот это тоже должно смутить родителей и стоматологов и явиться поводом отправить к гастроэнтерологу. Но тут еще нужно сказать, что это могут быть единственные изменения, которые, с которых могут заметить, да, какие-то симптомы недостаточности всасывали, может не быть никаких вообще проявлений сторон ЖКТ, поэтому вот такое вот некоторое обращение к стоматологам, если есть множественные эрозии зубной эмалии, поражение всех зубов, да, ни одного зуба, ни двух, а всех зубов, потому что все-таки это системный процесс, рецидивирующий автозный стоматит, это скорее будет поводом для того, чтобы отправить педиатру, гастроэнтерологу на дополнительное исследование. У меня вот появился сейчас еще один вопрос, я сидела, думала про детей, которых мы лечили, санировали, те дети, которые смогли от начала пройти до конца все лечение зубов. Я в последнее время стала слышать от родителей, что после того, как мы лечили все зубы, ребенок стал лучше кушать, он стал набирать вес, и вот расскажите, как может влиять невозможность ребенка нормально пережевывать пищу на желудочный кишечный трат, то есть насколько эта история может быть опасна с точки зрения здоровья ребенка. Да, ну вот здесь уже по сути дела вы сказали причину, почему у ребенка улучшается аппетит, почему он начинает лучше есть и как следствие лучше прибавлять вес. Это в первую очередь он перестает испытывать боль, которую он до этого испытывал приживание, потому что множественный кариес это в том числе и болезненные ощущения. Поэтому, конечно, улучшается с этой точки зрения питание и упитанность ребенка, если изначально были с этим проблемы. То, что касается измельчения пищи полости рта, это вот такой вот первый начальный этап для дальнейшего эффективного пищеварения. Пища механически измельчается именно в полости рта, особенно когда мы говорим о какой-то твердой грубой пище. Да, безусловно, потом еще в желудке она активно перемешивается, смешивается с желудочным соком, но нужно понимать, что каждый из этих пережеванных, скажем так, кусочков обволакивается потом всеми соками, ферментами и так далее. И, соответственно, эффективность расщепления и, собственно говоря, в итоге дальнейшее усвоение отчасти зависит в том числе от этой исходной механической измельченности. Да, детям, когда у них нет зубов или когда там только первые зубы из арестовой группы, мы зачастую даем что-то такое уже измельченное либо изначально даже гомогенизированное, где жевание, оно минимальное и поэтому, собственно говоря, на пищеварение это особо не влияет. Но своевременное введение ребенку правильной измененной текстуры, сначала это мягкий кусочек, который ребенок может измельчить деснами, когда там еще нет зубов, а потом это все более и более плотная пища, жевание очень важно. И, конечно, чем более эффективно ребенок живет, тем потенциально и процесс пищеварения идут лучше. Но здесь надо сказать, что и в целом родители тоже часто смущают какие-то остатки непереваренной пищи, как они называют остатки непереваренной пищи уже в кае, да, и родители зачастую это, ну, в 99,9% случаев это растительная какая-то пища, какие-то особенно свежие овощи, фрукты, это не непереваренная пища, это недожеванная пища, которая, собственно говоря, в итоге недопереварилась и вышла практически вот в таком виде, в котором она проглатилась из полости рта. С какой-то точки зрения, в плане пищеварения, если ли по нормальному питанию, нормального физического развития, здесь какой-то глобальной проблемы нет, но здесь, если есть болезнь ощущения множественной калии, с родителем, конечно, стоит задуматься, что это действительно может быть причиной, не боясь какой-то системной болезни, хотя можно конечно назвать системной болезнью. Я думаю, что тут может быть еще порученный круг, в виде того, что ребенок начинает отказываться от какой-то пищи, потому что ему ее больно жевать, и это формирует у него абсолютно неправильные привычки пищевые, то есть ему легче съесть какую-то жиденькую, жиденькую, лягенькую, и он в рацион практически исключает фрукты, овощи, потому что ему просто больно жевать твердую пищу, он начинает есть то, что можно легко проглотить, не жуя, и это не дает здоровье ребенку, потому что если мы будем питаться одними булками, а у ребенка пища, попадающая в рот, является строительным материалом все-таки, он строится из этих продуктов, и строится его здоровье на всю его будущую жизнь, поэтому нелеченные зубы являются еще и причиной того, что у ребенка формируются неправильные привычки, и в будущем их справлять будет намного сложнее, если поговорить еще о том, что как вклад мы можем внести в здоровье ребенка, то это правильные привычки, которые могут зависеть от способности, от возможности ребенка переживать ту или иную пищу. Согласна, да, абсолютно, поэтому, да, после рта, начало ЖКТ, и зубы, это тоже такое вот некоторое отражение, и состояние зубов, это, по сути дела, важный начальный этап пищеварения, здоровые зубы, здоровое выживание, и дальнейшие процессы тоже идут лучше. Еще мы хотели поговорить еще про некоторые патологии нашего кишечного тракта, которые могут проявляться изменениями стороны полости рта, и зачастую некариозными, как раз-таки. Ну, вот, помимо непосредственно эрозии и мали, а это все-таки некариозные поражения, и я акцентирую внимание на том, что стоматолог может отличить и должен отличить эрозию зубной мали от кариеса, и, конечно, вот эти некариозные поражения, они больший риск того, что у ребенка есть какое-то сопутствующее, особенно множественное поражение зубов, что у ребенка есть какое-то сопутствующее заболевание, оно действительно может быть заболеванием зоносочечечечного тракта. Мы с вами сказали про целиакию, что это нарушение всасывания, есть и другие заболевания, и нужно сказать, что целиакия сейчас очень хорошо диагностируется, есть буквально один анализ, который позволяет с высокой точностью сказать, есть целиакия или нет, и как мы перед эфиром выяснили, что Екатерина несколько лет назад занималась как раз-таки поражением зубов детей с целиакии, и раньше она сказала о том, что раньше их было много, а сейчас их как-то даже стало мало, и так рискну высказать предположение, что это может быть связано с тем, что лучше стала диагностироваться целиакия на самых начальных стадиях у совсем маленьких детей, и, собственно говоря, не развиваются у них такие тяжелые поражения зубов, как когда-то, когда целиакию могли диагностировать только уже отсрочно, когда уже ярко есть какая-то симптоматика. Но опять же еще расскажу, что целиакия, такое вот ее коварство в том, что она может быть малосимптомной, это может быть ребенок не просто без недостаточности питания, это может быть ребенок с лишним весом, и у него может не быть никаких болей в животе, у него может быть абсолютно нормальный стул, у него даже могут быть запоры, но, например, изменение зубов это может быть единственным симптомом целиаки, и, наверное, вот это дети в первую очередь будут уже такие постарше, и у них тоже имеет смысл их проскренировать, да, потому что, в принципе, это уже можно называть скрининг этой группе риска, чтобы с помощью одного анализа, анализа крови, исключить такой вот системный процесс. Но слизистая тонкой кишки, она может еще подвергаться другим изменениям, это, например, воспаление хроническое, и здесь, конечно, у детей уже не у трудного возраста, все-таки более старшего возраста, ближе также к школьному возрасту и старше, к подростковому, это не специфические, то есть не инфекционные воспалительные заболевания кишечника, к которым на данный момент относятся два основных состояния, это болезнь хрона и не специфический язвенный колит. И это тоже аутоиммунные заболевания, протекают они с какими-то симптомами очень с кожи, какие-то больше свойственные болезни хрона, какие-то больше язвенному колиту, но суть в том, что развивается воспаление, и с точки зрения полости рта, с учетом того, что слизистая полости рта, она по сути дела является единой системой вообще слизистых всех, в том числе желудочно-кишечного тракта, то во рту стоматолог может увидеть в том числе хроническое воспаление, в первую очередь это такие же эрозивно-язвенные процессы, которые видят гастроэнтерологи при обследовании детей с ВЗК в кишечнике. Это могут быть просто множественные какие-то поверхностные эрозии, они могут сливаться, они могут покрываться налетом, это могут быть какие-то единичные эрозии или даже язвы, как это свойственно например болезни крона, это могут быть гранулиомы где-то на губе, на щеке, то есть это такие вот уплотнения, которые за счет скопления воспалительных клеток формируются, они могут деформировать например губу, они могут деформировать слизистую изнутри, они могут быть с наружными каким-то признаками воспаления, могут и не быть, то есть еще для болезни крона это могут быть такие вот язычковые скажем так поражения, так ныженс они называются, то есть это как бы такое разрастание слизистой оболочки, они могут быть множественными, тоже свойственны болезни крона, это могут быть очень глубокие язвы, уходящие вглубь, что видят потом при гистологии, поэтому здесь тоже у стоматолога должна быть настороженность на то, что этот процесс может быть связан не только с какой-то патологией полости рта, а в том числе с системной патологией в том числе со стороны живучно-кишечного тракта, потому что есть и другие патологии ремотологические, которые тоже проявляются изменениями связистых, но вот здесь как гистологи я свои какие-то нюансы тоже рассказываю, что в этом смысле имеет смысл держать в голове. И опять же, так же, как и при целиакии, в большом достаточно проценте случаев, по некоторым данным, примерно в 50% случаев у детей ВЗК дебютирует со стороны полости рта, то есть первые проявления возникают именно в полости рта при отсутствии еще каких-то проявлений сторон желудочно-чешительного тракта, поэтому для стоматологов еще раз говорю, будьте насторожены при каких-то сомнениях. Это, возможно, биопсия, там достаточно такие характерные изменения, и направление гастроэнтерологу, потому что только местного лечения в этих ситуациях недостаточно, но неэффективно нужно додиагностировать и назначать системное какое-то лечение в зависимости от выявленной патологии. Был у вас какой-то опыт, может быть? У меня были дети с синдромом Маршалла, такой есть синдром, который с лорами совместный, и как-то был период, когда двое или трое детей друг за другом пришли, мы их направляли к лорам, это тоже история, когда появляются авторы в полости рта, каждый месяц они рецидивируют. Пусковенная периодичность начинается с подъема температуры и потом появляются эти авторы. Но вот что касается целиакии, да, я встречала детей, основной симптом это гипоплазия постоянных зубов, потому что в момент активного формирования зачатков происходит манифестация заболевания, нарушается активное всасывание питательных веществ из кишечника, и это не может не влиять на зубы, поскольку строительный материал реформирующихся зубов перестает поступать в нужном количестве. И это одна из характерных особенностей детей с целиакии наличие гипоплазии мани. По поводу каких-то поражений на слизистые я вот так сходу не могу вспомнить, чтобы приходилось направлять гастроэнтерологу, но это информация, которую действительно я всегда держу в голове как вариант, куда можно, с кем можно посоветоваться, кому можно направить, и бывает иногда дети с заболеваниями кожи, например, которых мы стоматологи можем увидеть в первый раз. Конечно, стоматологи это врачи, к которым дети обращаются достаточно часто, они могут, например, гастроэнтерологу за все детство может быть ни разу не прийти, к диатру, да, или к тому же доктору, который занимается заболеваниями кожи, но при этом стоматолог, он должен, конечно, быть очень осторожен, потому что дети к нему могут приходить наиболее часто, мы должны, не просто так у нас в обследовании, в протоколе есть обязательно исследование кожных покровов, исследование состояния слизистой, потому что мы можем быть первыми врачами, которые что-то заметили, можем сказать родителям о том, что это требует хотя бы контроля со стороны сниженных специалистов, чтобы они посмотрели и сказали, есть причины переживать, или держать это на контроле, или это какая-то история, которая не требует вмешательства врачей? Здесь врачи, уже учитывая свой опыт, понятно, что мы должны отличить зебру от лошади, все-таки часто бывает часто, редко бывает редко, если это пришел ребенок без каких-то других жалоб, в первый раз у него возникли какие-то воспаления полости рта, скорее всего, конечно, это не какой-то системный процесс, но опять же, стоматологи тоже собирают анамнез, если это какая-то рецидивирующая история, не заживающая на фоне какой-то стандартных подходов лечения местного, в первую очередь, то, конечно, это может потребовать все-таки консультации соматического доктора, ну, я всегда за то, чтобы это было для начала педиатр, и педиатр уже, учитывая максимально широко все, что ему удастся собрать на приеме информацию, уже принят решение, нужен ли еще какой-то пуский смешный специалист. Еще одна тема, о которой мы хотели поговорить, налет, темно-пигментированный налет, кто-то придумал ему название Присли, я пыталась найти в литературе кто этот Присли, кто вообще, да, кто, я тоже, кто-то придумал, но непонятно вообще, чья это была идея, мы можем говорить о тем пигментированном налете, который образуется на зубах, чаще всего поражаются зубы маленьких детей, и с течением времени, с взрослением ребенка, у него меняется микрофлора полости рта, она замещается другими микробами, и этот налет уже не становится такой видимой, опасной. К сожалению, стоматологи иногда напрягают гастроэнтерологов, не первое, что туда родиться, сначала родители, а потом гастроэнтерологов, тем, что это может быть что-то опасное, надо пройти, проверить желудочно-кишечный тракт, на самом деле, это условно-здоровая флора, которая не вызывает заболеваний в полости рта, она не опасна и неприятна только эстетическим видом, потому что черные такие зубы могут, особенно если ребенок начал ходить в садик, могут вызывать вопросы, удивления, и какие-то насмешки со стороны других детей, но я как стоматолог стараюсь всегда успокоить родителей и сказать о том, что этот налет надо счищать, если вас он очень беспокоит, и ребенок к этому готов, то есть варианты, когда родители приходят, говорят, что мы уже не можем с этим налетом давать под наркозом это уберем, это, конечно, не вариант, и тут я... А что, значит, то есть через 2 дня он появится в зубах? Да, 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 потому что микробы эти не уходят изо рта сразу с удалением этого налета с подрывностью зубов, то есть это флора, которая присутствует во рту, она накапливается на зубах и дает такой некрасивый эстетический эффект. Можно стараться хорошо чистить зубы и тогда этот налет будет нарастать немножко медленнее, но, к сожалению, радикально решает вопрос только время, которое заменяет микробов и это становится уже не так заметно, поэтому мне кажется, что есть смысл просто культивировать здоровое отношение к этой истории, которое не делает из нее проблемы, не делает из нее... О, Боже, как это ужасно, как же мы будем с этим жить? Это не опасная история с точки зрения здоровья, поэтому можно... Ну, я, как у гастронтролога, такой достаточно большой опыт осмотра детей с налетом приставе, и когда родители приходят, это единственная жалоба. У меня бывали дни приемные, когда это было по несколько детей подряд, что... Я еще тогда не работала в фэнтези, не знакома была со стоматологами, но мне, как гастронтрологу, как бы были немедленно те причины, по поводу которых ко мне присылали этих детей, потому что в целом никаких диспептических жалоб у них в подавляющем большинстве случаев не было. Ну, вот, я так понимаю, что есть какая-то версия, где-то там, может быть, достаточно уже старых учебников по стоматологии, что вот этот темный налет, налет пристри, он чаще встречается у детей с какой-то патологией желудочно-кишечного тракта. Я видела, что указывается патология желчеводящих путей, дискинезии там приводятся в пример, какие-то там гастриты, хеликобактеры, еще что-то. И когда я устроилась работать как раз-таки в фэнтези, это было уже почти 5 лет назад, такое первое было задание для меня подготовить литературный обзор по поводу этого самого темного налета и все-таки есть ли связь с патологией ЖКТ. Нет этой связи, достаточно много исследований по этому поводу проводилось и проводятся буквально совсем недавние свежие исследования, которые в том числе изучали, что это за микробы, которые выделяют этот пигмент. Там было показано, что железо больше в этом пигменте, соответственно, это микробы, которые в процессе своих метаболических всяких процессов выделяют вот такой вот железо-держащий пигмент, который для самих зубов, для эмалии, с точки зрения кариеса, абсолютно не опасен, действительно, как у Екатерины, это только внешний такой вот эстетический эффект. И эти бактерии свойственны нормальной флоре, полости рта у детей первых лет жизни, ну, первых, младшего возраста, скажем так. Именно поэтому помогает время, когда меняется состав флоры во рту, бактериальный, когда сменяются зубы на постоянные, а это тоже сопровождается изменением среды и, соответственно, изменением соотношений разных микроорганизмов. Как правило, налет становится меньше и со временем полностью проходит, просто его с чистящей зубной щеткой по отзывам родителей невозможно. Только профессиональная гигиена, но обычно родители седают, ну, все, через два дня снова появляется, снова найдите нам что-то, чтобы нам полечить, чтобы оно прошло. И рассказывают историю, что вот кто-то там полгода принимал какие-то там пробиотики, еще что-то, и потом все прошло, но, скорее всего, просто было то, наступило то время, когда изменился естественный вот этот вот состав микробиотов полости рта. Поэтому я, мне даже иногда неловко перед пациентами, которые приходят ко мне только с этим запросом, ну, потому что я не могу им назначить никаких анализов, ничего, потому что у ребенка нет никаких жалоб, я даже не знаю, что у него нужно искать, чтобы объяснить этот налет. Поэтому мое такое вот призвание к родителям действительно поменять свое отношение к нему, и для стоматологов, которые, возможно, слушают нас и все еще думают, что есть какая-то подоплека со стороны желудочно-кишечного тракта у тех детей, у которых есть, наверное, нет ее и, кстати, даже данные к вопросу о наследственности, например, не наследственность, конечно, скорее всего, имеет значение, а какие-то внешние факторы единые, когда в одной семье у нескольких детей может быть этот налет, а в каких-то семьях его, допустим, То есть, как правило, какие-то еще особенности, возможно, питание, которые создают определенные условия для жизни, благоприятствования жизни вот этих вот пигментов разлучия бактерий. Ну, еще, кстати, нужно сказать, что есть данные, что у детей, у которых есть налет пристрии, есть эти пигменты, образующие бактерии, у них меньше карисогенных бактерий, поэтому у них потенциально меньше риски кариса. Это не значит, что его не может быть вообще, наоборот, это даже значит, что ребенка, осматривая стоматолог, может быть даже почаще, более блистанней, потому что за этим благоприятным налетом можно пропустить параллельно, родителям можно пропустить параллельные начальные признаки кариса, но в целом риски меньше, то есть исследования об этом говорят и ни одно, и ни два, поэтому такой вот вывод мы можем декларировать, в том числе. Когда активный кариес меняется в полости рта среда, она более кислая, то есть во рту чаще присутствует PH нездоровый для здоровья зубов, и как раз в этой кислой среде микробы, вызывающие налет, пигментированные, они погибают, то есть если вы видите, что у ребенка было много налета, а потом он начинает постепенно уменьшаться, то может быть это будет дополнительный повод обратиться к стоматологу, да, и уточнить, это изменение микрофлоры здоровое, или это изменение происходит за счет разрастания крисогенной флоры, которая может привести в итоге подавляет рост пигментов, хороших, нормальных бактерий, поэтому пусть посыл наш будет таков, что налет в кислой, отчасти даже говорит больше о здоровье полости рта, а не о какой-то патологии, такая положительная у нас нырочка. Еще мы хотели поговорить про неприятный запах изо рта. Да, и мы хоть это не заявили в нашем плане, но вчера за время приема у меня было три пациента, одной из жалоб родителей, у родителей этих пациентов были жалобы на то, что у ребенка пахнет, вероятно, как-то неприятно, пахнет изо рта. Напомню, что неприятный запах изо рта мы называем таким термином галитоз, и в принципе у запаха изо рта могут быть достаточно разные причины, начиная от достаточно физиологических, и этих причин большинство, до действительно каких-то неблагоприятных, но зачастую не связанных с живущим кишечным трактом. И с этой точки зрения рекомендуется исключать в первую очередь какие-то изменения, которые могут сопровождаться этим неприятным запахом со стороны самой полустирта, дальше со стороны достаточно близко расположенных лорорганов, ну и только потом уже подумать про живущий кишечный тракт. Поэтому здесь, конечно, нужно тоже это понимать, чтобы не сразу бросаться искать у ребенка какую-то патологию живущего кишечного тракта, у которого нет вообще других жалоб. И вот тоже мы сегодня обсуждали в тех рекомендациях, которые есть по поводу галитоза, еще говорится о том, что зачастую запах изо рта больше смущает кого-то со стороны, нежели самого, самосточный, скажем так. Когда это касается маленького ребенка, ну зачастую это действительно не какое-то страдание с его стороны. Когда это уже ребенок постарше, подросток, если действительно есть какой-то резкий, неприятный запах, это может нарушать какие-то функции в рамках социализации, что кто-то может сказать, что не так пахнет изо рта, не сиди со мной за одной партой. То есть это с этой точки зрения в первую очередь может стать поводом для каких-то разбирательств, но зачастую еще раз, в первую очередь это гигиена полости рта, потому что зачастую это налет, накапливается, бактерии доедают все эти остатки в том числе пищи, эпителия, которые там есть и тоже выделяют неприятно пахнущие такие вот компоненты, которые могут давать вот этот вот запах. Карис, когда есть еще дополнительные полости, где может скапливаться и налет, и какие-то остатки пищи, и еще наверное есть смысл сказать про язык, потому что язык содержит сосочки, определенную неровность, бархатистость, и тоже если дополнительно не включать гигиену языка хотя бы несколько раз в день, там остатки пищи скапливаются и тоже могут давать дополнительный такой неприятный источник запаха. Ну и заболевание зубов, осложненный кариес в виде периодонтипа может давать очень сильный приятный запах идиозный и если нерв кариес разрушался погиб нерв и зуб не леченый вот этот мертвый нерв может давать очень неприятный запах а если еще этот процесс обостряется все стоматологи кто когда-нибудь лечил обострение периодонтида знает что это очень специфичный запах который потом даже кажется что ты сам начинаешь пахнуть после лечения этого зуба и если есть такая жалоба что неприятный запах изо рта то в общем два доктора которые могут вам помочь исключить какие-то проблемы стоматолог это конечно будет первый доктор потому что полость рта это то место где живут микробы всегда и при хороших условиях эти микробы начинают пахнуть гастроэнтеролог наверное может быть если стоматолог замечает какие-то поражения может быть могут те же пахты быть к которым присоединяется патогенная флора на элементах поражения слизистой и начинает уже давать какой-то неприятный запах стоматиты бывают тоже если нахуй опять же здесь кастоматолог будет искать не какие-то причины запаха изо рта а причины вот этого постарительного поражения зачастую приходят например к стоматологу когда мы уже были у стоматолога у нас все хорошо то есть нет никаких изменений со стороны наследистой нет нет какой-то явной патологии зубов санированных полосе рта в плане кариеса у лора тоже были ничего нет ну или там что-то бывает эпизодически вот здесь конечно задача врача в первую очередь уточнить какие-то характеристики этого запаха и зачастую самая частая история что пахнет по утрам по утрам изо рта неприятно в течение дня проходит плюс-минус после дневного сна вот опять же вот эта ассоциация сон-сон-сон по утрам мы сколько мы сегодня не говорили мы все время к этому возвращаемся и здесь тоже в принципе история очень близкая с этой истории с калиесом почему-то по ночам все активизируется здесь тоже есть некоторая связь и в принципе запах неприятный по утрам который проходит в течение дня при отсутствии таких вот явных видимых причин называется физиологическим галитозом это допустимое такое любение и как раз таки тоже связан с бактериями полости рта зачастую в ночи слизистая полость рта более сухая пересыхает как мы уже сказали меньше слюны вырабатывается особенно если у ребенка есть какая-то сопутствующая лоропатология которая приводит к тому что носовое дыхание затруднено и ребенок в ночи дышит ртом слизистая полость рта еще больше пересыхает и вот в этих условиях благоприятно себя чувствуют бактерии которые вырабатывают серводород они опять же доедают какие-то остатки пищи и петели при недостаточной гигиене на ночь это может быть более выражено даже при хорошей гигиене бактерии все равно найдут чем себе попитаться и вот сероводород он дает такой вот неприятный запах поэтому по утрам ну многие могут замечать что как-то изоторный вкус неприятный и запах соответственно после чистки после увлажнения в течение дня когда больше слюны мы кушаем да чаще слизистой увлажняется это проходит то есть это в принципе такое физиологическое явление если нет каких-то явных других жалоб вот тоже кроме как возможно дополнительно пересмотреть гигиену на ночь увлажнение воздуха если это сухое сухое помещение восстановление носового дыхания если есть эти какие-то сопутствующие проблемы вот этому стоит поделить внимание в первую очередь а не поиску проблем жукотеля если этих жалоб нет поэтому это тоже такой мой посыл так что у нас есть ли какие-то вопросы мы обещали поразбирать какие-то вопросы у нас есть несколько слушателей в сторонних кто-то есть в не могу так называть в клапкаусе и Катя монетолирует у нас вопросы в инстаграме да был вопрос можно ли жвачку после сладкой пищи ребенку если нет возможности почистить спросили есть можно ли жвачку ребенку после еды если нет никаких заболеваний жвачку можно она должна быть без сахара и она должна быть не больше пяти минут после приема пищи задача в этом случае жевательной дезиньки в том чтобы ускорить леноотделение которое как раз развалит кислоту которая поможет лучше смыть остатки пищи и это такая минимальная гигиена она ни в коем случае не заменяет чистку зубов щеткой с пастой это надо очень хорошо понимать что жвачка это не решение проблемы если есть желание освежить дыхание то можно сделать после еды но не больше пяти минут я думаю что доктора которые связаны с золошно-тишечным трактом у вас есть какие-то ну честно я не готова утверждать что это может быть опасно но это активизация определенных таких вот рефлексов в плане выработки всяких пищеварительных ферментов и так далее если при этом не поступает пища ну наверное это тоже не самая идеальная ритмичность в работе желудочно-тишечного тракта поэтому длительно нет но после еды если других возможностей для очищения нет это лучше чем ничего особенно если это желательно резинфосксититом дополнить допустим не все бактерии но какие-то бездрежины если в отношении зубов то слишком долго считается что нельзя жевать жвачку потому что перегружаются мышцы в основном это конечно касается взрослых людей ребенок приятно сможет весь день ее жевать но тем не менее избыточно долгое жевание есть такие рекомендации основанные на исследовании что если человек регулярно постоянно жует жвачку то он должен например месяц жевать потом три делать перерыв чтобы это не сказывалось негативно на состояние жевательной мускулатуры негативной это значит что они будут перекаченные и гипертонус мышц может быть потому что они активно я хочу человеку третий год с лингвальными брейхетами ваше отношение к домашним компотам и компотам и сухофруктов и чем можно заменить соки и сладкий чай отношение к домашним сокам и компотам и сухофруктов компоты и сухофруктов можно без добавления сахара то есть если вы варите используя только сухофрукты и нисколько ни грамма, не добавляя сахара, то это безопасный продукт, который можно пить. В отношении соков, чем заменить? Вода, молоко – это продукты, это напитки, которыми можно смело заменять. Соки, газированные напитки. Если ребенок не очень любит молоко, можно добавлять, делать коктейли, добавлять туда, например, банан, перемешивать это в блендере. Это будет вкусно, сладко и не так вредно, как соки и сладкие газированные напитки. Я дополню, что у старших детей это сладкие газированные напитки, а у маленьких детей было написано, что там какое-то ненациональное избыточное потребление морсов было указано. Там, конечно, никто не делил, сами их приготовили или не сами, но подчеркивается тот факт, что в промышленных этих продуктах зачастую сахар есть, и они не менее безопасны, чем сладкие газированные напитки. Возможно, концентрация несколько меньше, но, как мы в самом начале сказали, все равно это такая вот дополнительная среда. Поэтому я бы в любом случае, мне кажется, что если это не вода, то какая-то дополнительная гигиена после напитка любого другого, она бы не помешала. Ну и ограничивать эти напитки, не давать их в свободном доступе. То есть безопасный режим, если это дети маленькие, то морсы, соки... Есть рекомендации педиатров международные, которые по возрастам отмечают. Но вот для маленьких детей это не больше 100 мл в сутки. Для детей постарше, может быть, до 200 мл в сутки. Да, то есть не рекомендуется этим злоупотреблять. Опять же, это как источник естественной сладости, с точки зрения формирования таких не очень благоприятных пищевых привычек у ребенка. Потому что сначала это соки, а потом он, когда сам он себе будет выбирать пищу, ну, высший риск того, что он будет предпочитать все-таки что-то сладкое. Зачастую это будут какие-то продукты с добавлением сахара, в том числе те же сладкие напитки. Вот. В принципе, это тот компонент питания, без которого можно обойтись. Я сейчас про соки. Поэтому, если без него можно обойтись, если он обладает такими вот на отдаленный прогноз неблагоприятными какими-то влияниями, ну, можно стараться это дело ограничивать. В приоритете, опять же, свежие овощи и фрукты. Это те же самые компоненты. Это то, где ребенок не переест коротких углеводов, потому что одно яблоко – это одно яблоко, а стакан сока – это несколько яблок, то есть с точки зрения. И там зачастую, если у ребенка сок нет клетчатки, то есть нет никаких дополнительных питательных компонентов, то есть нет питовы жевания. Не говорю уже там про паучи, да, это все еще с наркодонтами и с многопедом, если мы с вами это обсудим, этот вопрос, когда вовремя не увлекается, включается жевание у ребенка. В любой напитке нет ничего плохого, если все это разумно в рамках режима питания и соответствующей гигиены. Но если у ребенка активный очень кариес и очень быстро поражаются зубы, то есть каждые 3-4 месяца ребенок приходит на лечение, то я бы в этом случае рекомендовала отказаться от подобных напитков на какое-то время, может быть, на полгода, на год отказаться полностью. То есть тут сказать, если в целом рекомендации для здорового ребенка, то да, можно. Если у ребенка есть какие-то заболевания, в частности агрессивная форма кариеса, то эти напитки должны быть сведены к абсолютному минимуму. Если ребенок уже привык пить эти напитки очень часто, то мы рекомендуем постепенно заменять их водой. То есть вы берете сначала, например, он выпивал у вас стакан сока, потом вы стакан сока разбавляете четвертью стакана воды, потом вы разбавляете половиной стакана воды и постепенно меняете концентрацию, чтобы ребенок привыкал, не замечая сильно тому, что что-то меняется, да, и постепенно переходить на чистую воду. Иногда это бывает прям серьезной проблемой, что ребенок не приучен пить воду, и у меня как-то, когда я только начинала работать, но в случае девятилетнего ребенка, которому много лет начали запоры, оказалось, что он не пил воду. Мы с мамой это выяснили, предложили начать со столовой ложки, две столовые ложки. В итоге они через полгода пришли и сказали, что у них прошли все запоры, потому что они наконец-то начали достаточно воды пить. Он совсем не пил воду, только ел обычные продукты. Поэтому вода это, конечно, здоровый напиток, который необходим для однозначно-жирования привычек. Зачастую ребенок готов воспринять любые привычки, которые мы ему предложим, в том, что это должны быть здоровые привычки. Поэтому в качестве дополнительной жидкости и с самого начала, с первого года жизни, и тем более старше, в приоритете обычная вода. Все остальное, ну, тут уже могут быть нюансы, скажем так. Так, чистим зубы через некоторое время после приема пищи, или можно сразу? В принципе, можно сразу. Одно время были рекомендации, например, если ребенок выпивает апельсиновый сок, то можно подождать немножко, потому что сок содержит кислоту, которая может растворять эмаль, и чистка может как-то повлиять. Но на самом деле, если речь о молочных зубах, ну, хорошо там что-то немножко, может быть, почистится более агрессивно. Главное, чтобы зубы были здоровые. Поэтому тут надо смотреть еще какой возраст. Если у ребенка только началась смена с молочных зубов на постоянные, то постоянные могут быть незрелые. После кислых продуктов нужно немного подождать, хотя бы там 20-30 минут. Кстати, еще такие рекомендации к этому вопросу. При рвотах, например, рвота – это выход содержимого желудка через рот с кислотой априори. И вот, например, если это какие-то повторные рвоты, после рвота сразу тоже механически не рекомендуется чистить зубы, потому что в этот момент максимальное воздействие кислоты, и зубы очень, мы так понимаем, что эмали, особенно к механическому раздражению. Для начала нужно просто прополоскать, а потом немножко отсрочно, я так понимаю, что уже почистить. Может быть, можно какие-то специальные растворы для этого использовать, но если со стороны стомологической, то можно ополаскивать телесодержащие… Я думаю, чтобы сказать, в обязательном порядке, но я думаю, что бы это ни было, это лучше, чем сразу начать их стереть. При таких заболеваниях можно держать на учете ополаскивателей с соединениями фтору, которые соответствуют кислоту. Например, при рефлюксных каких-то историях, когда, кстати, в первую очередь поражается тоже эмаль, даже не столько кариес, а именно эрозии эмали, поражаются, в отличие, например, от кариеса, который связан в первую очередь с едой, с ночными кормами поражаются жевательные зубы, то есть те, которые там вдали находятся. То, что ко мне тоже часто присылают маленьких детей, у которых в первую очередь кариес из солы грунта начинается, и говорят, что это может быть рефлюкс. Ну, как бы я в этой ситуации говорю, что может быть у вас и есть рефлюкс, но те изменения, которые в полости рта, на данный момент маловероятно связаны с тем, с рефлюксной какой-то историей, потому что все-таки при рефлюксе поражаются, в первую очередь, жевательные зубы, а у маленьких детей только они начинают появляться, поэтому здесь тоже, опять же, характер поражения уже может давать нам какую-то версию по поводу возможных причин. И там действительно рекомендуется использовать фторидеры, зубные пасты, так сказать, над фтором. Я так понимаю, что они не термизуют кислоту. Они не термизуют кислоту, они минерализуют эмаль. То есть кислота забирает микроэлементы из эмали, а препараты соединениями фтора возвращают эти микроэлементы, чтобы органическая структура, в которой держатся эти микроэлементы, она снова насытилась и не разрушалась. Так, чистим мы в течение дня тоже щеткой средней жесткости или же мягкой для подростков? Для подростков, если чистка больше двух раз в день, то щетка... А, у меня открыт, я включаю глазок. Если чистка больше двух раз в день, то мы можем брать мягкую щетку. Если мы чистим два раза в день, то щетка должна быть средней степени жесткости. Так, и есть ли еще какие-то характерные симптомы в полости рта, при которых нужно направлять ребенка к гастроэнтерологу, кроме множественных эрозий и рецидивирующего автозного стоматита? Ну, давайте я тогда подытоже. В принципе, вот то, что мы сказали, это поражение всех зубов эмали, в первую очередь, сирозии эмали, это в плане эмали-абсорбции, в плане рефлюксной болезни, это изменение слизистых, рецидивирующих, хронически любые. Это и артозы стоматита, это и единичные язвы, какие-то непроходящие, особенно в одном и том же месте, это гранулемы, это вот эти вот язычки, которые, в принципе, могут визуально не обладать какими-то симптомами воспаления, то есть там нет отечности, там нет покраснения, просто такая вот плюс ткань. Вот это, пожалуй, основное, что требует направления к педиатру, возможно, к гастроэнтерологу, на исключение системных каких-то испалений. Так, ирегатор для ребенка – полезная вещь. Ирегатор имеет очень ограниченные показания. Несмотря на то, что в инструкции написано, что он обладает волшебными свойствами, он не обладает волшебными свойствами, к сожалению, единственное, что может сделать ирегатор – это убрать остатки пищи. Больше ничего другого он сделать не может. Если у ребенка есть несъемные пластинки ортодонтические, которые зафиксированы в полости рта, то да, ирегатор – это классная штука, потому что с помощью струи воды можно выбивать остатки пищи, которые скопились под пластинкой. Если хотят ирегатор использовать как средство гигиены, то он абсолютно неэффективен, потому что налет он не убирает. Если вы когда-то делали профессиональную гигиену у стоматолога и вам чистили пескоструйными наконечниками, то вы представляете себе, какой мощный поток воды и воздуха попадает на зубы при профессиональной гигиене. Так вот, когда мы красим налет специальным красителем, чтобы его было видно, очищаем этим наконечником, и у нас в наконечнике заканчивается порошок, который должен подаваться вместе с водой, этот поток воды перестает убирать налет, и нам нужно добавить порошок, чтобы налет был убран с поверхностью зуба. У ирегатора несопоставимо меньшее давление и несопоставимо меньшее струя воды, которая направляется на зубы, и убрать налет этот поток воды не способен никак. И когда используют ирегатор, это иногда подменяет использование каких-то других средств гигиены, поэтому я не поддерживаю использование ирегатора, кроме случаев, когда есть несъемная аппаратура, требующая удаления остатков пищи. Так, ну тут повторяющиеся вопросы, были уже ответы на них, про ГВ после года, с гигиены как быть, если ребенок еще ночью пить. Первый час, да. Это вам просто посмотреть. Тут, конечно, не может быть какого-то единого универсального совета. Действительно, есть сейчас консультанты по сну детей, зачастую они там как раз-таки с ночными кормлениями помогают от них мягко уйти. Опять же, понимаем, вот эти все дополнительные риски, которые есть, и оставить, возможно, грудное ускорбление в более таком вот уже здоровом режиме, в течение дня, разорвав эту ассоциацию со сном и уменьшив флорист, в том числе, кариеса. В Инстаграм все, тогда завершаем эфир, наверное? В Инстаграме тогда мы завершаем наш эфир. Всем большое спасибо, кто к нас сегодня присоединился. Запись останется в двух аккаунтах, в Fantasy Clinic и Dental Fantasy. Вы всегда сможете пересмотреть. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо, хорошего дня вам. Пока.